Хочу представить моего партнера по прошлому бизнесу, по маркетинговому агентству. Он сейчас занимается онлайн-образованием и делает одну из самых крупных онлайн-школ в России. 20-40 миллионов они делают по месяцу. Давайте поаплодируем Диме и поучимся технологиям. Много было выступлений, я уже слышал, что вам рассказывали про автоворонки, про личный брендинг. Я попробую рассказать тему про блогеров в контексте, когда, допустим, что вы сами не готовы развивать свой личный бренд или вы хотите развивать бренд компании. И мы за два года, два года существует проект, мы запустили более сотни интеграций с разными совершенно блогерами и в ютюбе, и в инстаграме, и живой журнал, он тоже живой оказывается. И вот об этом поговорим. Да, более 30 курсов, 10 партнеров – это лидеры российского диджитал-рынка во всех рейтингах. Более 20 тысяч зарегистрированы в нашей ЛМСке, 250 тысяч слушателей, подписчиков, активных, уже без отписавшихся это в нашей базе. Можно следующий? Более 500 вебинаров мы проводим, и под вебинарами я прежде всего понимаю не только продающие, но и формат просвещения. Я считаю, что это одна из наших важнейших функций, которые мы решаем. Мы рассказываем людям в интересных форматах про профессии, потому что они в них, конечно, разбираются очень-очень тяжело. Более 1000 выпускников, это, наверное, хочется, чтобы их было сильно больше. Более 200 экспертов у нас в той или иной степени как-то преподают, читают, что-то рассказывают, делят своими знаниями. Более 2000 человек на наших вебинарах – это такой рекорд, который для нас важный, потому что можно сколько угодно говорить, а в ВК смотрело 10 тысяч человек, но как-то YouTube-чиком мерить, наверное, более целесообразно. Давайте следующий. У нас мы обучаем, это hard skills, это, как вы увидели, это программирование, дизайн, маркетинг и управление, и мы фактически обучаем профессионалов в диджитал области. Давайте дальше. И вот эти компании учатся у нас. Это партнеры, их более 10. Особенность в том, что мы, конечно, все болеем за вовлеченность студента, чтобы он доходил до конца. И один из важнейших принципов, почему люди не доходят до конца, это потому что у них не хватает мотивации или они не верят контенту, которые там внутри есть. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс, как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Работая с лидерами рынка, ты фактически получаешь человека, который, может быть, он очень плохой преподаватель, может быть, он заикается, но это аватар вот этого будущего, который хочет приобрести человек. Это какой-нибудь, не знаю, заикающийся модненький дизайнер в кепочке, на которого человек уже хочет быть похожим. Вот это вот интересная мысль, что это один из, вот эта проекция будущего, она за счет работы с брендами, она очень-очень быстро простраивается. Люди понимают, кем они будут. А дипломный проект с реальными заказчиками позволяет людям получить кейс готовый. Ну, это вот реальная практика. И, наверное, сейчас мы единственные, кто эту модель тиражирует максимально, широко и много. Давайте дальше. Эффективная интеграция. Ну, наверняка вы уже слышали, знаете, об этом был диалог, как мне уже сказали, что можно рекламировать, не знаю, личный бренд, можно рекламировать свой текущий продукт или события, или, не знаю, какой-то бесплатный урок. И по факту, конечно, если отвечать коротко на вопрос, какие интеграции самые эффективные, это можно следующий. Это многошаговые продажи. Вот там простейшая какая-то, ну и простейшая, но уже, опять же, понимая, что выступала Маша Саладар, я понимаю, что это уже, наверное, для вас знакомо, не так страшно это выглядит, не знаю, цепочка подписки с дабл аптином, с подогревающей серией к вебинару и работы после. И, наверное, это действительно самый эффективный вариант. Нет, на первое место я бы, конечно, поставил интеграции, когда именно пиарится личность, но это не для всех подходит. Вот подобные штуки, они позволяют именно рекламировать бренд. И тоже надо отметить, что не всегда интеграция – это перформанс-маркетинг. Хотя, наверное, к этому надо прийти, чтобы считалось все до продажи. Конечно, это важный элемент. Давайте следующий. Ну или такое. Давайте дальше. Немного времени. Вот этот слайд, он, наверное, будет интересен. Я выбрал совершенно разных блогеров. Я по понятным причинам не могу раскрывать стоимость интеграции, это будет некорректно к людям, но можно посмотреть… Ну, я сделал цветовое кодирование. Это красненькое, это очень дорого. Или в рамках подписчиков не очень эффективно. А зелененькое – дешевое и эффективное. Ну, понятно. Здесь, наверное, самое любопытное – это вот из этой подборки 10. Это вот итоговые некие средние показатели, на которые можно ориентироваться. Это 17 миллионов просмотров, 220 тысяч кликов, CTR 1%, чуть больше. И подписчиков. Конверсия подписчика 30%. На охватных размещениях – это хорошо. На охватных размещениях это позволяет очень четко понимать всю вашу экономику. Вот, наверное, на это можно как-то ориентироваться. Давайте дальше. А вот эта штука – это те, кто еще боятся работать с блогерами. Вы можете посмотреть. Google скоро закроет эти короткие ссылки, но вы можете за счет вот этой штуки посмотреть, сколько кликов было по ссылке на других видео. То есть вместо собачки вы подставляете вот этот вот триггер. Сейчас. Вот он. И вы видите статистику. То есть если вы сомневаетесь, вы можете… Ну, допустим, видели какую-то рекламу, которая вам любопытно похожа на вашу аудиторию, вы можете посмотреть, сколько там было кликов, но это закроют. То есть можно, не знаю, осталось, может быть, месяц, потом они будут все это вычищать. Конечно, клики нам критически важны. Поэтому вот в этой табличке тоже хочется сказать пример, что если говорить про самые эффективные интеграции, которые мы проводили, именно с перформанс-подходом, когда мы считаем до продаж, то это все интеграции стоимостью менее 500 тысяч рублей. А это о чем говорит? Что подборки маленьких блогеров работают сильно лучше, чем часто интеграции с каким-то большим. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Их надо делать очень много. Если говорить про... Ну, это про YouTube, конечно. Если говорить про ЖЖ, то одна из самых успешных интеграций с точки зрения брендовых запросов и самых неэффективных в перформанс-формате, что там она даже, не знаю, в первый месяц не окупилась по деньгам. Но настолько круто проиндексировалась. Статья в блоге у Варламова, он написал статью о том, как мы обучаем дизайну. Он, как дизайнер, написал об этом хорошую статью. И статья максимально быстро проиндексировалась в выдаче. И как только человек вбивал скиллбокс, он видел авторитетного блогера, который говорит о скиллбоксе. И это очень сильно влияет, естественно, на брендовые запросы и влияет на конверсию брендового трафика. Что он начинает лучше конвертироваться, когда он в выдаче видит каких-то лидеров мнения, которые об этом говорят. Но по кликам было все очень плачевно. Если говорить про форматы, там есть прероллы, интеграции, спецпроекты. По нашему виду работают только спецпроекты и интеграции. Спецпроекты — это какая-то… Сережа, мне кажется, намного лучше меня может рассказать про спецпроекты, про то, что они там делали, в частности, с Димой. Но интеграция — это хороший инструмент, который может давать сразу много трафика. Опять же, если вы умеете его приземлять. Не всегда… Вот один из важных моментов… Как вы думаете, какая самая большая ошибка при работе с блогерами? Вот с YouTube? Ну, называйте, давайте. Не та целевая аудитория. У кого? У блогера? Есть. Еще. Неправильный бриф. Есть. Еще. Не согласовали ролик. Хорошо. Еще. Не проверить выход. Окей. Есть. Не начали считать, не было аналитики и все прочее. Самая… Ну… Блогера? Да. Плохая интеграция. Плохая интеграция, да. Самая большая проблема, и она не так очевидна, она лежит в следующей плоскости, что на самом-то деле все зависит только от вас. И по факту интеграция зависит от того, насколько вы хорошо знаете собственную аудиторию. А в этом есть проблема, потому что часто вам кажется, что это… Ну, у вас какие-то там, не знаю, очень маленькое количество данных о них. Вы их не опрашиваете максимально глубоко. Опросы могут доходить там до ста вопросов и так далее, чтобы четко понимать, кто на самом-то деле, кто ваш выпускник, конечно. То есть, если говорить про вообще самую большую цель в обучении и в образовании, то, конечно, у нас у всех KPI — это наши выпускники. Потому что как только мы получаем выпускников, у нас сразу же мы контент, который делаем с ними в виде отзывов, в виде дипломных проектов, мы сразу же начинаем использовать по ходу курса, увеличивая конверсию, прохождение курса, доходимость до конца. И, естественно, используем в маркетинге, удешевляем таким образом маркетинговые активности. Но самая большая проблема при интеграции, что вы не знаете свою аудиторию. И приходите к блогеру, рассчитывая на то, что вам сейчас все подберут. Вы приходите часто в агентство. Во-первых, я всем рекомендую работать только с агентствами, через блогеров, потому что с блогерами нужен посредник в большинстве своем. Вам не очень понравится с ними договариваться, поверьте. Они будут пропадать, не выходить на связь. И вас это не должно волновать. Они как бы медиа, они могут себе это позволить. Поэтому нужны посредники, которые на первые несколько интеграций вам будут рассказывать, как лучше работать. Но вопрос, кто ваша аудитория. И без профиля детального, то есть как минимум трех-четырех портретов, которые вы можете описать в брифе, вот был вопрос про бриф, что вы в брифе должны описать эти портреты. И тогда вам агентство как-то попытается подобрать. Но все равно вы не застрахованы. Так вот, я к чему? Я к тому, что не всегда блогеры, у которых вы размещаетесь, вам не всегда будет нравиться тот контент, который есть в этом канале. И вы будете говорить, да нет, моей аудитории там нет. Ну это вы так, вы не хотите, чтобы они такими были. Но, к сожалению, будет и есть. И вот я когда увидел этот ролик у Сындука, который набрал там 3,5 миллиона просмотров, мне было плохо немножко. Я не буду его включать. Но он был самым эффективным по количеству кликов, переходов и вообще по всему. Конечно, есть еще Facebook, есть еще Telegram, в которых, наверное, самое, ну как бы, если говорить про эффективность, то до недавнего времени Telegram для нас был самым эффективным каналом, именно по, ну порой фактически. Сейчас YouTube, ну как бы, понятно, Telegram упал далеко, хотя все равно показы есть. Но с YouTube ничего не сравнится. YouTube может позволить вам за один месяц собрать, вот мы в декабре на наш марафон собрали, марафон профессии будущего, 50 мастер-классов, мы собрали базу порядка 80 тысяч, вот за, ну очень аккуратненько, по хорошей цене, мы собрали 80 тысяч человек за один месяц, из которых потом отписалось всего 15%, потому что мы правильно сегментировали. Сегментация одна из ключевых ошибок, да, в дальнейшей работе. То есть вы собираете, а дальше не сегментируя, пытаясь рассылать какие-то офферы. Поэтому, конечно, аудитория, понимать, кто они, что они, а где они смотрят. Ну в Telegram есть такие картинки. Ну это, ладно, есть такая штука, что, опять же, ни в коем случае нельзя гнать сразу на продажу. Я, допустим, если Гоша здесь, я, Гоша, привет, мне не понравилась ваша интеграция с Дудем. Я считаю, что вы плохо заполнили бриф. Я считаю, что вы могли собрать, я не знаю, вы много собрали, я смотрю, ну как бы, но мне кажется, вы могли сделать это еще лучше, потому что, ну, грубо говоря, очень классно, когда вы пиарите, ну, понятно, что с большим, то есть есть понятие брендовый трафик, работа, увеличение узнаваемости бренда, и это напрямую влияет на все конверсионные показатели ваши. Но есть и перформанс история, и часто лучше сделать акцент на чем-то одном. Вот у ребят был, как мне кажется, брендовый выход, если вы не видели, посмотрите, это хороший пример, и там очень сильно подсвечивается бренд. Но почему бы не сделать первую интеграцию и в перформанс формате, когда ты акцентируешь на оффере. И у нас самые эффективные все интеграции были фактически без бренда, там очень мало светился сам бренд Skillbox, и очень много события, один оффер, одно короткое предложение, без объема, ну, как бы, с конкретными выгодами, и бесплатно, и тем самым вы собираете максимальное количество трафика. И там бывают сумасшедшие примеры. Опять же, работая с маленькими блогерами, в чем прелесть работы с маленькими блогерами? У них аудитория намного больше доверяет им самим. И то есть если у них просмотров 150-200 тысяч, но это очень теплая аудитория, если он говорит, это мои друзья, и поэтому идите и посмотрите их конференцию, у вас будут сумасшедшие CTR и конверсионные показатели. И мы с этим столкнулись неоднократно. Даже недавнее наше размещение, они показали, что если была интеграция в ролике 3-4 миллиона просмотров, она не может сравниться часто с интеграцией, где 150 тысяч просмотров. Какая аудитория у блогера, насколько они доверяют еще ему? Но все равно ключевая ошибка – это непонимание своей аудитории. Ну или, а там, по-моему, видео тоже или нет? Это не видео? Нет? Видео? Ну это формат… То есть понятное дело, что событийные интеграции, они работают наиболее эффективно, но мы сделали еще такое регулярное, чтобы для регулярных коммуникаций, для регулярного сбора базы вы можете сделать классическую страницу с описанием каких-то лекций, ценностей, контента, который вы отдаете, и дальше его системно просто размещать везде. Пока… Вот у меня есть присказка, пока конверсия страницы будет больше 20%, надо ее использовать. Как упадет, можно останавливаться. И в моем понимании, ну как бы короткие подписные страницы, одноэкранники, они априорно проигрывают длинным описанием ценности. И, конечно, должен быть везде хороший дизайн. Дизайн критически важен, как и в продукте, так и везде. Ну, давайте уже делать красиво. Есть ReadyMac, есть Tilda, которые позволяют всем делать уже простые, красивые сайты. Ну, это же особенность. Мы должны как бы следить за этим. Ну, вебинарные страницы, как один из элементов, очень просто их делать. Я после вебинаров, мы давно отказались от того, чтобы на вебинаре показывать, потом еще отсылать его на страницу курса, потому что, ну, это лишний шаг, и мы делаем вот такие странички с оффером после нажатия кнопки. Это работает хорошо. Она не докручена, там куча ошибок, но она сильно-сильно помогает, конечно. При этом у нас, надо отметить, что вообще, если говорить про наши коммуникации, у нас примерно 60% это CPC трафик. Мы работаем, мы 60% клиентов получаем с прямого трафика. Ну, контекстная реклама, таргетированная реклама, посевы, все что угодно. Мы используем все каналы. И страница курса критически важна. Она должна быть как минимум адекватной, хорошей, хорошо сделанной. Но это, знаете как, это как с аналитикой. Если вам самому не нравится разбираться в аналитике, то вам придется только покупать эту компетенцию. Нам очень нравится внутри говорить про дизайн и про все визуальные коммуникации. Поэтому у нас это уже докручено и сидят ребята внутри. Поэтому есть и шоурилы, и классные страницы, и все. Но покупайте эту экспертизу, не пытайтесь разобраться сами. Диджитал очень сложный. Это, ну, фактически невозможно. Вот эта страница, которой я особо горжусь. Это страница выпускников. И здесь мы показываем реальные проекты. Вы сейчас увидите, что значит… Ну, как бы, когда вы показываете для вашего студента… Ну, вы показываете проекты, которые он может сделать, которые сделали уже другие выпускники, и они на уровне, там, агентства номер один в России, его это дико мотивирует. А почему я об этом говорю? Потому что, как бы, собрать эту базу – это полдела. Понятное дело, что вся основная работа, она идет дальше. Если нету подобных коммуникаций, нету подобных страниц с описанием, с примерами и так далее, то все это будет, ну, как бы, понятное дело, что воронка будет сужаться. Я выделил 10 шагов, и как раз за 7 минут я, наверное, их расскажу. Просто пошагово, чтобы было просто и понятно. Но это обычно, кстати, вот многие спрашивают, а сколько в часах это занимает разработки? Я вот нашел старый слайдик, агентскую смету, и просто показал, вот сколько в агентстве занимает это, если все пройдет очень гладко. Это 670 часов на разработку, и, собственно говоря, умножить это можно примерно на 2 с учетом всех правок. То есть более 1000 часов занимает, на самом деле, адекватный, ну, вот именно большой, если это делать все с агентством, если не делать самому. Можно делать быстрее, но, опять же, все равно в эти цифры вы придете, когда начнете это все докручивать. Кто ваша аудитория? Вы ее не понимаете. У нас был очень смешной кейс с агентством Engate, когда мы делали курс интернет-маркетолог, ну, с нуля, по сути, полный курс про интернет-маркетинг, большое агентство. И мы, когда запускали, мы думали, естественно, это будут начинающие маркетологи, новички, которые хотят сменить профессию. Оказалось, что как только прогнали, за год уже более 1000 студентов, и когда прогнали первые 200 или 300, собрали профили, именно собрали портреты целевой аудитории, очень-очень подробные. И оказалось, что 50% из них руководители и владельцы компаний, малый бизнес. Потому что весь малый бизнес сейчас понимает, что только диджитал. А еще 35% — это, грубо говоря, уже серьезные маркетологи, которые хотят расширить компетенции, всего лишь 15% — новички. А мы проводили, не знаю, вот ошибка, да, а мы проводили вебинары, что такое контекстная реклама и как ее запустить. Конечно, то есть не всегда продукт, то есть вы не сразу можете понять ваши портреты, вы не всегда их сможете сразу выделить. Иногда надо вот после первого прогона, первого пролива трафика и первых студентов, надо их еще сильнее профилировать, чтобы понимать вообще, что там на самом деле происходит. Вот такая забавная ошибка. И что мы сделали? Вот у нас история. Люди приходят на вебинары, они как-то конвертируются, а в итоге мы видим, что там нет новичков, а руководители плохо ходят на вебинары. В итоге мы полностью меняем стратегию и все коммуникации в рекламных баннерах на прямой трафик. И тут же курс становится самым продаваемым у нас в сетке. Просто потому, что часто руководитель готов покупать без вот этого касания. То есть просто сделайте большой опрос и дайте им какую-то ценность. Возьмите, не знаю, почитайте, как делается большой опрос или закажите разработку опроса, чтобы у вас потом на выходе было несколько портретов. И вы получите кучу инсайтов. Вот банально спросить свою аудиторию, каких блогеров вы смотрите, вот мы прям не знали никого, кого они назвали, особенно там дизайнеры. Они как написали список, там вот, ну, что вообще, откуда это? Что самое интересное и полезное? Вот это вот важный тезис, да, что вообще интересный кейс. У нас есть очень мощный курс с агентством Creative People. Ребята делают реально лучшую рекламную графику в нашей стране. И когда мы думали, мы очень крутую механику придумали внутри, что один из модулей — это реальная фотосессия, где мы рассказываем, как человеку делать графику и как снимать, какие типичные ошибки. Нам казалось, что этот модуль просто должен вырвать сознание у студента. А следующий модуль — это работа уже в фотошопе, там, матпейтинг, это, грубо говоря, там, пейзажики и так далее. Оказалось, что эта фотосессия, она никому, ну, особо была неинтересна, потому что они не могли, они не почувствовали вот этого, ну, как сказать, нахождения на площадке. Не удалось снять так контент, чтобы он сопереживал тому, что происходит на площадке. А следующий модуль, который нам казалось, это вообще техника, техничный, не очень интересный. Мы поняли, что… Все написали, что это было лучшее, что с ними случилось. Зачем нам это нужно? То есть собрав лучшее из курса, когда мы прошли по всему курсу, когда мы собрали, что им больше всего нравится, мы изменили коммуникации внешние, изменили темы вебинаров, изменили баннеры на прямой трафик, и сразу все пошло вверх. Вообще понимание собственной аудитории и постоянное ее профилирование это одна из самых сложных и важных задач. Потому что это влияет на абсолютно все ваши, ну, весь ваш маркетинг, все продажи. А здесь, я думаю, что все по большей части про это. Ну, пять тем, потому что мы вообще… У нас проливы по… Пролив — это тестовый запуск рекламной кампании. На тестовых запусках рекламной кампании не используйте мессенджеры. Собирайте e-mail, потому что e-mail дает сильно больше данных, чем мессенджеры. В погоне за первой конверсией вы не понимаете, кто ваша аудитория. И первые проливы должны быть в несколько месяцев. Это разные сборы. И только потом уходите в мессенджеры. Мессенджеры — это повышение эффективности. Но тогда, когда вы хорошо знаете аудиторию. Подписная страница… Я не знаю, я еще раз убежден, что только большие с большой ценностью могут создавать правильное впечатление. Опять же, зачем вам человек, который, грубо говоря, случайно подписался? Зачем вы портите себе статистику? Зачем вам случайные люди в базе? Вы надеетесь, что если вы его классно захватили каким-нибудь поп-апом на главном экране, на первом, и дали ему, и, грубо говоря, и собрали с конверсией 70% весь трафик, вы будете с ним что-то, потом сможете, потом с ним что-то делать? Нет. Мотивированный трафик. Емейлы не умерли, имейте в виду. Это все, это как бы, это булшит, просто емейлы стали суперпрофессиональным инструментом, в котором, как бы, тебе нужно очень сильно повышать, ну, экспертизу. Хватит уже слать рассылки по всем. Четко, жестко сегментируем, постоянно собираем опросы и аккуратненько работаем с базой. Емейлы будут жить еще, не знаю, несколько лет точно. Но мессенджеры, это то, где мы должны все развиваться, потому что это, ну, это сам, это совершенно иной вид коммуникации. А с развитием VK и то, что сейчас уже есть звонки, будет VK Pay, вот это будет очень простой интерфейс оплаты, и, ну, все будет там, конечно. Специальное предложение. Оферы, ну, опять же, наверняка тоже об этом кто-то из спикеров говорил, но оферы всегда должны быть составными. И скидка, и подарки, и что-то еще. Они, ну, и, ограничены по времени. Презентация для вебинаров, ну, не знаю, была ли здесь тема. Мы, у нас просто цех по производству презентации и цех по генерации идей по тому, как это надо докручивать. это, наверное, один из самых красивых и сложных инструментов, я имею в виду, конечно, продающий вебинар, который только может быть. Но при этом, если вы, вот мы попробовали еще формат, когда мы просто делаем имиджевые вебинары. Приходит там, не знаю, очень уважаемый какой-нибудь дизайнер, который, не знаю, у него нет презентации, но это, там, Денис Башев, который рисовал, сделал огромное количество айдентики в нашей стране, и когда он начинает говорить, люди просто сидят и слушают. Им не нужно ничего. Есть люди, которые просто, их можно для имиджа привести в аудиторию, и она будет счастлива. И не надо ничего продавать. И это будет тоже нормально. Это тоже крутая коммуникация. Вот подумайте об этом. Не всегда, ну, как бы, опять же, часто просвещение помогает. Мы посмотрели, мы посмотрели CGM, наш, Customer Journey Map, и у нас мы поняли, что если говорить про продажи с вебинаров, то часто это те люди, которые посмотрели не менее трех вебинаров, а не один. Не менее трех. И, ну, тоже классная история, если кто-то не собирает, можно же подогревать базу. Вот он записался на вебинар, у вас есть его контакты, можно с ними работать, можно их дозванивать, они будут закрываться с какой-то конверсией. Ну, просто в два раза дольше. Подбор релевантных блогеров. Все начинается, опять же, с вас. Пока вы не создали профиль, вот несколько, вот, опять же, смотрите, очень классно, когда вы, если вы можете сделать опросы на всех этапах, выпускники, кто они, вот составьте вот этот профиль, кто дошел до середины, кто был на старте, и вы увидите, что там очень разные интересные люди и очень разные интересные ответы. И только потом вот с этим описанием надо идти куда-то. И не думайте, что вам кто-то может что-то гарантировать. О чем вы говорите? Не надо приходить в агентство с мыслью, вот напечатайте мне, пожалуйста, вот моя тысяча, напечатайте мне сто тысяч. Ну, нет такого. Агентство, агентство помогает выстраивать коммуникацию. А с блогерами сложно выстраивать коммуникацию, особенно если их очень много, это, ну, такой процесс, нетривиальный. И агентство, всем рекомендую. А e-mail или мессенджер-маркетинг, точно e-mail на старте, а дальше мессенджером просто докрутите, докрутите именно саму экономику. То есть не всегда, вот ваш юнит экономика, да, это, грубо говоря, ну, перформанс-формат, сколько стоит подписчик, откуда он пришел и сколько там вы, на нем заработали, ну, с какого канала вы заработали больше, не всегда это важно делать сразу. Потому что лучше потом. Ее можно всегда докрутить. У нас с мессенджерами юнит экономика улучшилась, по-моему, в два или в три раза, в два с половиной, что-то такое. То есть стало все в два с половиной раза эффективнее. Но, так как была инфраструктура на e-mail, нам это внедрение, ну, мы сделали там за, не знаю, два дня. Точно скрипты. Точно, вот очень, вот это вот, всегда скрипты, вот, ну, всегда скрипты определяют. Вообще, если ваши менеджеры понимают, с какого вебинара пришел человек, какая была, вообще на какого оффера и так далее, если это все детально прописано, проработано, намного лучше, естественно, идут продажи. Ну, сценарий продаж, конечно, не скрипты. Я не верю в готовые слова формы. Отдел продаж, это, ну, это большое увеличение для, ну, конечно, надо с этим работать. Но и надо работать и обезличенными, и обезличенные коммуникации. И в мессенджерах тоже надо строить продажи. Продажи только через мессенджеры. И надо делать и то, и другое. Еще подключать колл-центры. Я никогда не забуду, как глаза своего директора по продажам, который мне говорил, Дима, у нас будет очень много людей в Новый год. Давай возьмем несколько колл-центров, чтобы они обзванивали базы. Дима очень сопротивлялся. А когда он понял, что ему приходит, не знаю, по 500 заявок в день, ну, там в пике у нас было в декабре где-то 600 заявок, ты понимаешь, что это огромный поток. Вот. Он как бы, он сказал спасибо, что я его дожал с этим вопросом. Потому что часто скорость обработки, скорость обработки, первичной обработки, она решает. Не во всех бизнесах, но иногда, особенно в нашем случае точно, что скорость первичной обработки, чем быстрее, тем выше, естественно, вероятность того, что лид закроется. Хотя бы первично. Узнать, что как, зачем оставил. Дальше можно, если есть вопросы, переключать на менеджер, делать ступенчатый отдел продаж. Но это работает. Ну и, конечно, аналитика. Это надо покупать. Вот мне повезло, что внутри есть люди, которые хотят разговаривать про аналитику, им нравится это делать. И они не просто замеряют показатели, они с ними работают. Потому что, ну, как бы полбеды собрать данные, что делать с ними. Есть поговорка такая. Хорошую информацию не только сложно добыть. Самое сложное, это что с ней делать дальше. Вот смотрите, для большинства из вас, давайте будем честными, вы используете аналитику ради аналитики. Вам сказали собирать эти данные, вы их собираете, но вы с ними ничего не делаете. Перестаньте этим заниматься. Это не нужно. И покупайте эту экспертизу. Да, это стоит денег, но зато вы как минимум будете делать выводы. Как людям показать, что такое дизайн? Мы посадили лучших дизайнеров страны друг напротив друга, и они за 45 минут рисовали, не знаю, новый сайт Илона Маска, Филиппа Киркорова, РЖД. Мы переделали, мне кажется, огромное количество. И ребята видят, что это не космос, что это не магия, что ребята крутые, делают крутые проекты и вовлекаются по-настоящему. И по-настоящему делают мощные вещи. И самое главное, их проще тогда обучать. Наши же с вами, наши с вами кипя и выпускники. Но еще в чем суть, что когда ты превосходишь ожидания, делая подобные мероприятия, бесплатно привозишь им не только лучших из России, мы привезли Флавию Альбина из студии Платинум. Бразильцы делают космос. Бразильцы лучшие рекламщики. Мы приводим наставных спикеров и все отдаем бесплатно. И все для чего? Потому что я считаю, что не нужно никогда работать с людьми, у которых нет мотивации что-то делать. Это самое большое. Вообще не надо толкаться в камень. Это бред. Наша с вами задача искать тех, кто уже хочет изменений и эти изменения всячески поддерживать. Вот это наша с вами функция образовательная. А дополнительные мероприятия, вовлеченность, они помогают просто ребятам поверить по-настоящему. И вот давайте все вместе научим наших студентов восхищаться и будем их восхищать профессией, курсом, делом, что вы делаете. Но только вот такими принципами. Спасибо. Дим, задержись. Спасибо. Немножко хотелось бы тебя помучать вопросами о том, как ты вырос. Интересно это было бы узнать. Какие бы ты мог выделить основные несколько факторов, которые сделали так, что скиллбокс стал делать 20-30-40 миллионов в месяц вот в такой сфере, в онлайн-образовании? То есть вот какие бы элементы, которые ребята могли бы, например, повторить? Партнерство. Шаг номер один. Сильное партнерство. Смотрите, у меня есть присказка. Вот вы в чем-то, вы не можете сильны быть во всем. Нет, есть такие гениальные ребята. Ладно, есть. Но их очень мало. В большинстве случаев вы в бизнесе, в партнерстве выполняете какую-то одну функцию. Не знаю, мне кайфово разговаривать про маркетинг, про продажи. Это то, что я делаю хорошо. Но про продукт, мне тоже нравится. Но есть люди, которые в команде говорят об этом намного лучше, чем я. Про LMS, про дизайн, про все, про видео, про все коммуникации, про рекламу, про рекламные креативы. И вот смотрите, что такое партнер? Партнер для вас, вы можете там, не знаю, продать долю, отдать долю. И, не знаю, продать долю, не знаю, к примеру, какой-то кусочек сейчас, чтобы к вам вошел человек или там поделиться им. И вы можете потерять как будто бы какие-то деньги. Не знаю, 500 тысяч долларов вы как будто бы отдадите человеку. Это в рамках там… Сколько сейчас у тебя партнеров? Сейчас расскажу. И вот важный момент, что сейчас это 500 тысяч долларов, а в 50 вы будете готовы заплатить, не знаю, несколько миллионов долларов за один год. Скорость. Партнеры предопределяют скорость. И правильная команда, она как бы важна. Вот я в агентском бизнесе всегда, там, не знаю, директор, который отвечает за продажи, не знаю, креативный, креативный или арт-директор и технический директор. Такой состав. Что здесь для меня пока загадка. Но точно, что очень жесткое разделение на продукт и на маркетинг. Это точно. Остальное там, ну, техническая составляющая, методологическая, ну… Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Ну да. То есть ты рекомендуешь, чтобы один партнер был на продукте, один партнер на маркетинге? Да, я рекомендую, чтобы максимально ускориться, нужно собирать команду. У нас много партнеров, у нас много миноритариев, у нас там три основных партнера, три основных владельца, четыре миноритария сидят внутри. Колхоз большой, но я люблю колхозы. То есть у Димы просто такая стратегия, что, ну, сука, я понял, подкорректируй меня, что вот есть какая-то сфера, которая как бы вот есть сильный профессионал, профессионал надо как-то привлечь в команду, чтобы он там дал свои компетенции, он дает ему какую-то определенную долю от проекта, чтобы тот дал свои компетенции. Вот, видишь, там not bad пишут, да. Not bad. Правильно я сказал? Примерно, да. Так, давай, что еще? То есть у вас же стратегия, она строится преимущественно на вебинарах, правильно я понимаю? Нет, нет, уже нет. Сейчас уже нет. Уже год, как мы… У нас год, полтора года назад было 60% трафика с вебинаров. Когда мы немножко залезли вообще в тематику, в тему, мы поняли, что это ошибка и что можно просто прямым трафиком качать до 60%. То, что… Сейчас подкорректирую меня тоже. Когда последний раз мы с Димой общались, я смотрел их страницы, то есть у вас есть сразу продающая страница, где собирается имя, имя, телефон. Там же пробный урок, по-моему, висит. Не на всех, не на всех. Не на всех. Где-то висит, где-то нет. То есть он не делает там, типа, получите бесплатный контентик, бесплатные уроки и потом платные. Ты сразу гонишь на страницу продажи и потом по развонным отделам продаж уже их дожимаешь. Делаем все, но прямой трафик вы его просто не дорабатываете. Вот смотрите… Прямой трафик на страницу продажи. Да. Вот один момент очень любопытный. Сейчас вот был классный риф и классный парень выступал из агентства Тринет. Он сказал такую вещь, что чего мы с вами, ну, я не знаю, те, кто профессионалы в курсе, но 82% запросов в Яндексе это сложные составные запросы. Это 4 плюс слов. 3, 4, 5, 6 слов. Представляете? Одно-два слова – это 18% запросов. Представьте, сколько вы недополучаете. Там вот, ну, банально. То есть люди огромным количеством ищут информацию. Просто ее надо уметь правильно приземлять. Надо, ну, как бы, надо быть хорошим специалистом в контексте, чтобы ее, чтобы его запускать суперэффективно. Вот эти сложные составные запросы для многих – это голубые океаны прямого трафика, которые можно просто завтра забрать. Ну, давай просто пример приведем. Вот таких страниц, как ты называешь прямой трафик. То есть ты не даешь бесплатных уроков, бесплатных переведений. А вот я показывал лендинг, они видели. А, то есть это сразу просто продающая страница. И, насколько я понимаю, у вас сильно развит вот именно отдел продаж. Сколько у вас сейчас человек в отделе продаж? 17. 17 человек, то есть основной функционал, прогрева, получается, и закрытие, он лежит на отделе продаж, собственно. Можно я так сказать? Да, конечно. То есть, ну, чем мне еще интересна именно модель, то есть тоже он делает большой акцент больше на управление, соответственно, там, это и отдел продаж, и поддержка, и не такой сильный акцент на то, чтобы это было все автоматизировано. Правильно я понимаю? Автоматизировать можно в любой момент. Это вопрос всегда денег. Вот самое важное, это что, во-первых, как бы скорость увеличения объема и просто тестировать гипотезы. Вот это самое важное. Инвестируйте в продюсеров внутри. Это очень важно. Окей, спасибо. Похлопайте Диме. Спасибо. Дима. Спасибо. Спасибо.